Всем привет, с вами Хэмл и Макуи. Сегодня мы прикидываем на объект SCP-666 класс Катава, FF-Click. Погнали смотреть! SCP-Found.eon. Субтитры делал DimaTorzok О боже мой! Что это с тобой? Что это с тобой, Микер? Объект SCP-666. Класс объекта Офект 3. Особые условия содержания. Объект 616 должен сохраниться в камере со звукоизоляцией класса B в зоне под непрерывным наблюдением. Камере, которую поставили в комнату с объектом, необходимо снабдить фильтром, размывающий картинку во время экспериментов как минимум на 60%. Доступ к объекту разрешается лицом с третьим классом доступа. Люди, входящие в камеру, должны быть обследованы на наличии сторонних предметов во избежание нежелательных последствий. Обновлено. Доступ к объекту запрещен после эксперимента SCP-616-B. Всю информацию об объекте требуется засекретить до четвертого уровня допуска. Научил сотрудника перевести на другой объект. Эксперименты следует проводить только по приказу директора зоны. Описание. Объект 616 представляет из себя VHS-кассету размерами 188 на 104 на 25 миллиметров. Без коробки и каких-либо маркировок. Кроме надписи на торцовой стороне. Гласящее «Настоящие страдания» и «Изды». Записан на нее мультфильм под названием Suicide Mouse. Длина эпизода составляет 9 минут 4 секунды. Рисовка предполагает, что мультфильм был создан в 30-х годах и был запракован кем-то из компании из-за плохого качества анимации и содержания. Кему, когда был принесен эпизод на кассету, выявить не удалось. Попало в руки фонда после случая в 1950 году, когда местные жители пожаловались в отделении полиции на громкие крики и шум из дома некого троя, которые длились около четырех часов. По прибытию в дом было найдено мертвое тело около телевизора с включенным видеомагнитофоном, а также данные удаленные. После изъятия объект был отправлен в зону, где ему был присвоен номер класс. Хроматраж эпизода 80% состоит из зацикленного похода Микки Мауса по дороге вдоль шести домов. Подробности эпизода описаны в приложении 1. Аномальные свойства проявляются только при включении кассеты в видеомагнитофон до полного просмотра серии в непосредственной близости с экраном. При попытке перемотать кассету назад или вперед в промежутке с первой секунды до 1 минуты 45 секунд не дают никакого результата. Микки Маус будет идти вперед с той же скоростью, что и шел без перемотки, несмотря на то, что на видеомагнитофоне может быть включена перемотка назад. На данный момент кассета была перемотана вперед и назад в сумме на 34 часа, что физически является невозможным, так как формат кассеты предусматривает запись только на 1 час 20 секунд. После просмотра субъекты в 70% случаев испытывают чувство скорби, усталости, паранойи, боязни темноты, подвергаются паническим атакам, а также данные удалены. После просмотра сотрудников класса D требуется отправить к психологам фонда для устранения негативных психологических увечий. Если терапия не помогает, обработайте медиаком класса D и отправьте обратно в камеру. Приложение 1. Подробный отсчет о хернометраже SCP-616. Нулевая секунда, минута 08. Начало записи. Данным героем выступает Микки Маус. В отличие от стандартного поведения данного персонажа, здесь он не проявляет характерных ему черт. Идет по дороге с опущенной головой, иногда покачивая голову в стороны, мимо шести повторяющихся весь эпизод домов. Музыкальным сопровождением является беспорядочный набор нот, сыгранных на пианино, который вызывает легкий дискомфорт. Минута 09. Минута 46. Картинка никак не меняется. Наступает резкая смена нот на шум. Минута 47. Минута 49. Картинка расплывается и отдаляется. Катр резко обрывается на черный статичный фон. Шум исчезает. Минута 50. 3.34. Статичный черный фон. Шум отсутствует. 3.35. 3.40. В хронометраж резко обрывается Микки Маус с крупным планом. Глаза отсутствуют. Окружение вокруг фигуры сильно искажено. Присутствует тихий фон от пленки. Ну нахер. 3.41. 503. Микки Маус резко попадает из кадра. Вся обстановка аналогична моменту номер 4. 5.04. 6.16. Картинка возвращается в исходное состояние как на моменте номер 1. Аааа. Может быть? 6.4.7.16? 4.40 секунд. Вот авторы шлюхи. Хигарыцы. Аниматоры фиговые. Что сказать? Так оно и есть. Эх, где эти самые шакалы? 6.17. 6.23. На лице Микки проскакивает зловещая улыбка несколько раз. Задний фон начинает искажаться на месте с дорогой. Затем вовсе превращаясь в нечто. Ощущение ебутано сперед спиной пошел. Интересно, как узлаказать в эту целую улыбку? Господи боже. Микки Маус с вами начинает расплавляться. А че с городом? 7.23. 8.39. Дорога начинает искажаться вместе с Микки Маусом. Картинка становится неразборчивой, сопровождаясь женским криком без каких-либо примесей. И все, у Микки уже кукуха поехала от этих наркотиков. 8.40. 8.43. Главный герой снова появляется с крупным планом до конца видео. Звучат последние секунды женского крика. 8.44. 8.55. Кадры остаются статичными. Господи боже. Звук шкатулки. Чё, бл**ть? Шкатулка. Вы серьезно, что ли? 8.56.9.04. Картинка остаётся на месте, звука нет. Последние 2 секунды карта расплывается и отдаляется. Конец мультфильма. Ну почему этот карта не исчезает? А где русских текст? В камеру объекта 616 привели трёх сотрудников класса D, психика которых, согласно тестам, является нормальной. После просмотра мультфильма у двух сотрудников появилось чувство скорби. Третий почувствовал лёгкий дискомфорт, который ушёл после конца эксперимента. Эксперимент следующий считать завершённым. Приложение 616-B. В камеру объекта 616 привели класс D6792, физика которого, согласно тестам, была в неустойчивом состоянии. На седьмой минуте мультфильма D6792 начал плакать. Последние 10 секунд упал на пол и лежал вплоть до момента открытия двери. Когда охранник подошёл забрать сотрудника, D6792 резко выхватил пистолет из катуры охранника, прокричал «Зрелище ада», возвращая своих зрителей, и выстрелил себе в голову. Господи, нахитётся такое. Эксперимент следует считать завершённым. Постановление директора зоны научным сотрудникам с четвёртым классом доступа. Уважаемые сотрудники фонда, скорее всего, вы уже в курсе про эксперименты с STP-616. Возможно, мы наткнулись на ещё один кусочек пазда, который приведёт нас к STP. Отныне все эксперименты с STP-616 будут проводиться только с моего одобрения. Запомните, наша цель — обезопасить, удержать, сохранить. Директор зоны... То есть, его психику? Опять показывает эту самую серую картину. Ну, сумасшедшая, что ли? Ли ты, безумная жестёнка! Скорми, по пути эту. Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк, подписываться на наш канал, нажать на колокольчик. Диана Тааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа